Девушки отдыхают 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 Ведь с тобой твоя команда, которая всегда готова помочь. За усердную работу ребята получили море приятных эмоций, новые и обязательно интересные факты, а также свои заслуженные дипломы. Ты ведь знаешь, как расшифровывается аббревиатура ГТО? Конечно, готов к труду и обороне. Правильно, а что ты еще знаешь о ГТО? Ну, вроде бы это направление в спорте стало популярным в СССР после Великой Октябрьской революции. Точно! Ну, а если ты хочешь узнать больше о ГТО, то сейчас я расскажу. Я, кстати, совсем недавно получила знак отличия ГТО. Здорово! Мы тебя поздравляем! Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» начал развиваться в первой половине 20 века. Сразу после революции 1917 года люди советской страны были энергичны и полны энтузиазма, и это было заметно во многих направлениях, в том числе и в спорте. С чего же все началось? В 1930 году по инициативе комсомольских организаций, стремившихся приобщить молодежь к здоровому образу жизни, в газете «Комсомольская правда» была опубликована статья с призывом вести спортивные испытания. К разработке системы ГТО были подключены лучшие отечественные умы, и в марте 1931 года она была утверждена правительством. С тех пор началась активная пропаганда утвержденной программы. В учебных заведениях водились обязательные занятия по спортивной подготовке, и сдавшие зачет по разным спортивным дисциплинам награждались значками отличия ГТО, и изначально значки вручались женщинам и мужчинам старше 17 лет. Нормы ГТО были обязательными и для работников крупных предприятий и организаций. Сам руководитель советского государства Иосиф Сталин акцентировал важность программы ГТО, но с развалом Советского Союза в 1991 году про систему ГТО забыли, стали меньше уделять внимания физической подготовке. И вот в 2014 году государство вновь задумалось о спорте и вернулось к пылому – ГТО. А чтобы повысить мотивацию, было предложено ввести специальные бонусы для сдавших нормы ГТО. Например, поступающим в ВУЗы добавляются баллы к результатам ЕГЭ, а студентам и учащимся колледжей – прибавки к стипендии. Сегодня каждый желающий может протестировать себя в следующих видах спорта – кросс на длинные и средние дистанции, прыжки, потягивания или отжимания, плавание, лыжные гонки. Чтобы выполнить нормы этих дисциплин, требуется определенная физическая подготовка. Конечно, нормы немного отличаются от советских стандартов, но ведь и цель современного комплекса ГТО совершенно другая – оно возродилось для оздоровления нации. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Приучать к спорту нужно с детства, ведь от молодого поколения зависит будущее нашей страны. Поэтому 4 апреля в Третьей Леневской школе прошел фестиваль ГТО среди семей из Искитимского района. По результатам выполненных нормативов, а именно подтягивания на высокой перекладине, рывок гири 16 кг, сгибания-разгибания рук в упоре лежа на полу, бег и ряд других, были определены победители. Первое место заняла семья Ауловых из поселка Керамкомбинат. Второе место заняла семья Захаровых из рабочего поселка Ленева. При подготовке к сдаче норм ГТО человек чувствует ответственность за результат, что дает ему стимул для усердных тренировок. При этом развиваются все группы мышц, повышается выносливость, координация движений, умение рассчитывать свои силы. Современная система ГТО является продолжением добрых, хороших традиций, начало которым было положено в СССР. В рамках фестиваля золотые значки отличия пятой степени Всероссийско-физкультурного спортивного комплекса, готов к труду и обороне, были вручены ученицам 11 класса 4-й Леневской школы Ольге Девиченко и Екатерине Захарьевой. Мы поздравляем девушек с этой победой и желаем им не останавливаться на достигнутом. А если вы хотите посоревноваться со старшими членами своей семьи, имеющими советский знак ГТО, или хотите проверить свою силу воли и настойчивость, то вперед к тренировкам, тем более, что лето уже совсем скоро, и можно заниматься на свежем воздухе. Помните, главное, никакой знак ГТО вы получите. Главное, любить спорт и быть здоровым. Ну вот и подошел наш выпуск к концу. Хотя сюжетов было не так много, зато какие они интересны, это точно. Ну а мы прощаемся с нашими телезрителями и желаем вам увлекательной и продуктивной недели. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok